Всем здорова! Это уже третья серия рубрики Путь Скейтера. В первой серии мы знакомились с вами со скейтбордингом, во второй я рассказывал вам о том, как выбрать скейт, и в третьей серии уже пора бы на нем учиться ездить. Так что погнали! Как я говорил в первом выпуске, есть два варианта положения ног на скейте. Реагуляр — это когда левая нога находится спереди, а правая — сзади. Это значит, что толчковой будет правая нога. И гуфи, когда правая нога спереди, а левая — сзади. Это значит, что толчковая нога левая. Бывают случаи, что новичку сложно понять, в какой стойке ему удобнее, ибо, к примеру, разгоняться ему удобнее в регуляр стойке, а учить трюки в гуфи — да, это, конечно, не совсем правильно, поэтому тут нужно прийти к такому действию. Для того, чтобы определить, в какой стойке вы будете кататься и делать трюки, вам понадобится человек, который сможет вас толкнуть. А если точнее, станьте к этому человеку спиной, попросите, чтобы он вас толкнул, и та нога, которая после толчка стала на землю первой, является ведущей. Ну а потом, когда вы определились со стойкой, не спешите сразу учиться ездить на скейте. Для начала научитесь стоять на нем прямо как на земле, без всякой потери равновесия, ну а после этого уже можно учиться кататься. Приходим на место, где есть ровное покрытие по типу асфальта, бетона или мрамора, ставим скейтборд, потом в области его передних болтов ставим ведущую ногу вот так, чтобы она смотрела прямо, а не вбок, а опорную, которой вы будете отталкиваться на землю. Перед тем, как оттолкнуться, запомните одно, корпус во время езды на скейте нужно наклонять немного вперед. Проще говоря, ваша голова должна быть над вашей ведущей ногой. Кстати, о ведущей ноге, акцентируйте на нее внимание, ибо во время отталкиваний она должна быть напряжена и четко фиксировать доску строго под вами. Сначала постарайтесь не сильно отталкиваться, чтобы понять, как ездит доска и как удерживать на ней равновесие, а потом уже с каждым разом делайте толчок все сильнее и сильнее. В конце остается поставить толчковую ногу на заднюю часть доски и готово. Вы, наверное, заметили, что во время отталкивания ведущая нога направлена вперед по направлению доски, а для того, чтобы делать трюки, она должна наоборот стоять боком. Тут все просто. Когда вы овладеете навыком езды на скейтборде, сможете спокойно переставлять ноги в движении в такое положение, в которое нужно. Ну что ж, нам осталось только научиться поворачивать и тормозить, и тут все просто. Для того, чтобы свернуть направо, перенесите вес тела на правый край доски, нажимая на нее пятками, а чтобы влево, на левый, нажимая носком. А у торможения есть несколько вариантов. Первый – это тормозить пауэрслайдом, но этот вариант явно не для новичков. Второй – затормозить пяткой, нажав на тейл доски. И третий – опустить щелчковую ногу и скользить ей по покрытию, пока полностью не остановитесь. Ну и на этом все. В следующей серии «Путь скейтера» ждите обучалку на Оли, но перед этим я реально советую вам нормально научиться ездить на скейте. Потратьте на это день, два, три, неважно. Вы должны ездить на скейтборде просто идеально и чувствовать себя на нем прямо как на земле. И после этого уже можно переходить к обучению трюков, потому что за счет езды и начинается освоение скейтборда. И это, блин, самое важное. В общем, вы меня поняли. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»